Девушки отдыхают Что же из всего этого получится, вы увидите в нашей программе. Поехали! Сегодня в программе. Новогоднее возвращение Лои. Спустя год перерыва певица спела про снежинки. Какой-то фильм ужасов вы снимаете, а не снежинки. Какие сюрпризы приготовила артистка своим поклонникам, ты увидишь в эксклюзивных кадрах со съемок видеоклипа в программе «Отдел кадров». Ольга Игоревна Засульская. Российская певица, композитор и автор песен. Более известная под своим сценическим псевдонимом Лоя. А внутри у него розы темнолые, а внутри у него весьма запоздалые. Свою карьеру Лоя начала солисткой в группе «Five Star Family», которая не раз подостаивалась наградой премии. Собственно говоря, она-то и сделала знаменитой юной девочку из славного города Кременчук. А в 2011 году певица решила покинуть группу в погоне за сольной карьерой. В оленочном плавании она успела выпустить 4 видеоклипа, два из которых стали дуэтными. Кстати, видеоклип с Джиганом был снят в 2013 году. И вот спустя год Лоя приготовила сюрприз для своих поклонников. Непрекращающийся вопрос от журналистов, коллег по цеху о том, когда же Лоя представит Свету свою новую работу, наконец-то увенчались успехом. 11 декабря на телеканале РУ-ТВ состоялась премьера нового клипа певицы на песню «Снежинки». Для меня это очень важный момент, я безумно переживаю. Это какой мой сольный клип? Третий мой сольный клип? Третий мой сольный клип. А ведь еще только за две недели до этого момента у певицы и представлений не было, что ее ждет впереди творческая новинка. Несмотря на нежное название «Снежинки», песня, окутанная зимним настроением, все же отличается от прежних работ певицы. Мы приехали на съемки к Лои и находимся мы в помещении, которое несет название «Арт-коллектор». Вы знаете, как ни странно, раньше это был мясокомбинат, и помещение, куда мы сейчас спускаемся, использовалось под воду, сток воды там был. Ну, я надеюсь, что не будет нас использовать в качестве мяса и не станет это нашей мясорубкой, но выглядит это все настолько ужасающе. Надеюсь, что я сейчас увижу Лои, и она меня успокоит, потому что бетонные стены, вот этот вот приглушенный свет, все это очень страшно. Посмотрите, это же пугает, господи, не дай бог здесь оказаться без света. Самый интересный вопрос хочется задать, конечно, режиссеру, как они нашли это место, где вообще объявление дают, что здесь можно клип поснимать. То есть мы, товарищи, потенциальная колбаса, так сказать. Музыка! Снежинки падали, падали, я не знаю, что надо мне, но я знаю, ты любишь меня. Музыка! Музыка! Субтитры делал DimaTorzok Клип «Сказка» предстает в новом сказочно-женственном образе, который заметно отличается от амплуа куколки с бантиками. Клип «Сказка» раскрывает певицу в новом образе. В меру агрессивной, дерзкой и одновременно с этим нежной и сексуальной. Режиссером видео стал Григорий Иванец, который во время съемок, к сожалению, потерял голос. Но для нас пару слов он все-таки смог произнести. Режиссер сегодняшнего клипа решил устроить нам здесь темную, потому что спустил нас в помещение на минус, мне кажется, четыре этажа. Мы шли-шли-шли и нашли, оказались в бетонных стенах. Расскажи вообще, как приходит идея снимать в таких стандартных помещениях? Где ты их находишь? Вообще, где режиссер это все берет? Прошу прощения за голос. Это сегодня. Съемки в таком режиме. Я приболел. А что касается локаций, самое главное – это локация в съемках. По большому счету организация, подготовка. Это уже дело студии, то есть мое дело и мои студии. А локация, она решает. Если локация плохая, там оператор, свет не спасет. Фоны плохие, все грустно, все бытовое, неинтересно. Я думаю, мы искали, искали и нашли. Ну, в Москве много чего интересного. Я думаю, ее получили. Господи, мне так жалко. Мне жалко. А я еще хуже сейчас говорю. Да? Прорезался голос. А до этого я шептал просто. Вот так вот. Давай мы отпустим Даню, снимем вот этот средний, а потом просто, когда уже начнем снимать вот эту фазу, просто лою под костюмем вот этот момент. В чем главная идея клипа? Где мы находимся? Что это будет? Во-первых, это фантастика. Это нереальный мир. Возможно, это даже не эта планета. Мы, конечно, приближены к реалиям Земли и земного протяжения, но, по большому счету, у нас как бы сюрреалистичные девы в оттанцовке. Вы их видели? Я видел. Есть черные. Они из фирмы про Ридика. Космос. Да, с винным дизелем прилетели. И, по сути, эта история не является историей. Это набор красок, форм и визуальное воплощение красивого, яркого, интересного, на которое смотреть одно удовольствие. Привет, девчонки. Это у вас черные глаза? Да? Черные глаза. Но это не из этого клипа, конечно. Но очень хочется познакомиться. Мне сказали, что у вас какие-то волшебные линзы. Боже мой, как это страшно. Боже мой, как это страшно. Так, расскажите мне подробнее. Это вообще что такое? Это называется склеральные линзы, которые скрывают весь глаз. Они заходят за подвижное веко. То есть, они в три раза больше, чем обычно. Лоя, что же ты сделал с девчонками-то? Что у них с глазами? Я просто в шоке. Это же так страшно вообще. Какой-то фильм ужасов вы снимаете, а не снежинки. Ну, почему я? Я ни при чем. Вообще, еще раз повторюсь, что девчонки очень классные. Спасибо им, что они приехали из Твери. И что добавить? И что у них такие терпеливые глаза. Я не представляю, как это можно сделать. Но это дело не я. Отмазалась. Расскажите, пожалуйста, как появилась идея, точнее, как вы приняли эту идею снимать в такой необычной локации клип. Мне кажется, это другая Лоя, судя по костюмам, по ее образу. Я не принял эту идею. Я ее придумывал. Даже так? Конечно. Мы с режиссером, с Гришей, придумали эту мысль. Мы придумали эту историю, выдуманную, в придуманном абсолютно несуществующем мире. Вы смотрели программу «Отдел кадров». Меня зовут Юлия Лысенко. И, безусловно, самые интересные кадры за кулисе съемочного процесса видеоклипа «Лоя» на песню «Снежинки» попали в нашу программу. А вот что из всей этой съемки получилось, вы увидите прямо сейчас в готовом видеоклипе на песню «Снежинки».